Ауду биллэхи мина шайтами раджим, бисмилîneхи рухмониррахим, въалхамдуллэхи раббил аламин, вассалату вассаламу а ла сайдил алмбияй и а ла мурсалин, ва а ла а лехит тайбина а тахирин alますумин, ва ла ана тутда им а ту а ла ада им а джма и ла киям явмеддин. Ассаламу алайкум врахмату ллах в баракату, дорогие братья и сестры. С вашего позволения я бы сегодня хотел поговорить о актуальном на сегодняшний день вопросе, на актуальную на сегодняшний день тему, а именно Карабахский конфликт, который разгорелся в последнее время с новой силой. И по этому поводу хотел бы поделиться с вами своими соображениями, своими мыслями и своим мнением. И чтобы заранее предупредить тех людей и тех зрителей, которые смотрят наш канал и, возможно, смотрят на данный момент это видео, я заранее предупрежу, что то, что я скажу в дальнейшем, скорее всего, вам, если вы азербайджанец, скорее всего, сказанное мной, вам не понравится. Это во-первых. Поэтому, если вы не хотите слышать то, что вам не нравится, вы выключайте и дальше не слушайте, о чем я буду говорить. Это во-первых. Во-вторых, все, что я говорю, это мое мнение. Это мое субъективное мнение, моя субъективная точка зрения на данный вопрос. Да, я, как и всегда, это мое кредо, это мой принцип жизненный, что я свое мнение аргументирую. Что у моего мнения есть аргументы, есть определенные основания, на которых мое мнение основывается. Но так или иначе, это мое мнение. Какие-то факты, какие-то доводы, какие-то доказательства могут быть неизвестны мне. И, как следствие, я могу сделать неправильный вывод из имеющихся доводов. Ибо другие доводы и доказательства, другие аргументы мне просто-напросто будут недоступны. Итак, что я думаю по поводу данного конфликта? Во-первых, я скажу все прямо. Я скажу все так, как я считаю. Не буду я сглаживать углы, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь. У этого конфликта есть несколько сторон. Первая сторона – это чисто человеческая сторона, гуманная сторона. И с этой точки зрения, как армянская сторона, как армянская республика, как армяне, так и азербайджанцы, на мой взгляд, совершили и совершают большую ошибку. Это гуманная точка зрения, то есть с точки зрения человечности и гуманности. Почему? Потому что как армянская сторона, так и азербайджанская сторона изначально разжигали межнациональную рознь. То есть здесь, конечно, ответственность может быть неравная. В частности, если посмотреть на историю, если посмотреть на предысторию конфликта и те или иные эпизоды конфликта, то можно прийти к выводу, что здесь ответственность в большей степени лежит на армянской стороне. Почему я так считаю? Потому что на протяжении всего 20 века армянская сторона, то есть армяне, на своей территории, то есть в Армении, в тех землях, которые сегодня называются Армянская республика, в Армянской республике на протяжении всего 20 века вели чистки, национальные, этнические чистки, которые заключались в том числе и в депортации азербайджанцев из территории Армении. И к концу 80-х годов 20 века эти чистки были завершены. То есть примерно к 89-му году 20 века уже на территории Армении, где на протяжении очень долгих веков жили в том числе и азербайджанцы, уже на территории Армении не было, не оставалось азербайджанцев практически. Это во-первых. Во-вторых, мы также обнаруживаем, хотя это особенность обеих сторон, что и те, и другие разжигали межнациональную рознь, проповедовали и пропагандировали ненависть к другим. Армяне ненависть к азербайджанцам, азербайджанская сторона, азербайджанские власти всячески пропагандировали и поощряли ненависть к армянам. Это по сей день практически продолжается. Как Армения этим занимается, так и Азербайджан этим занимается. То есть здесь налицо нацизм, налицо национализм, налицо разжигание межнациональной розни. И те, и другие этим грешили и по сей день грешат. Точно так же, как и те, и другие убивали и обстреливали и наносили удары по мирным жителям. Хотя, конечно же, здесь у армянской страны имеются преступления, которых мы не обнаруживаем у азербайджанской страны. В частности, вспомнить хаджалинский геноцид, хаджалинскую резню, которая вошла в энциклопедию зверств и военных преступлений, массовых убийств. Где в Ходжалы, войдя в Ходжалы, армяне не просто при входе в город уничтожали и истребляли мирных, обращаю ваше внимание, жителей, но и при отходе от города, когда жители уже, поняв ситуацию, поняв то, что штурмуется город, город Ходжалы, бежали из города, но армяне и этих людей не оставили в покое, догоняли и убивали. По этому поводу имеется очень много материалов по поводу хаджалинской резни. В частности, центр «Мемориал» по этому поводу имеет примерно 10 страниц отчета, где со слов очевидцев, со слов свидетелей эти события описаны. Выводы центра «Мемориал» гласят, что в ходе штурма города Ходжалы, действия армянских вооруженных формирований Нагорного Карабаха по отношению к мирным жителям Ходжалы находятся в грубом противоречии с Женевской конвенцией. В принципе, эту хаджалинскую резню и армянская сторона также не отрицает. Нечто подобное, нечто похожее мы у азербайджанской стороны не обнаруживаем. То есть, да, есть обстрелы Степанакерта, есть блокады, но именно в таком зверском виде азербайджанской стороны, по крайней мере, я не знаю таких случаев, чтобы был подобный геноцид, подобная резня, подобное зверство, ужаснейшее зверство. Просто те из вас, кто не знают о событиях Ходжалы, поинтересуйтесь. Это просто ужаснейшее событие, с которым ни один нормальный человек никак не может согласиться или смириться. Но так или иначе, и азербайджанская сторона бомбила Степанакерта, то есть, сражение шло именно против города. Точно так же, как и сейчас, азербайджанская сторона бомбит Степанакерта, точно так же, как и армяне сегодня бомбят мирные города. В частности, на днях 10 человек было убито в городе Генджа, куда в дом упала ракета. Таким образом, с гуманитарной позиции, совершенно на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, и та, и другая страна виноваты. Армяне виноваты в большей мере, и армяне больше провоцировали, и у них какая-то особая ненависть, особая злоба по отношению к азербайджанскому этносу. Но так или иначе, разжигание ненависти мы обнаруживаем и не избирательные бомбежки, мы обнаружим и у азербайджанской стороны. Это одна из сторон вопроса. Но есть и другая сторона вопроса, это политическая сторона вопроса. То есть, мы от этой точки зрения немножко отойдем. Мы не будем на эти духовные, моральные, человеческие ценности опираться и судить события на основе этих принципов и этих ценностей. И посмотрим на вопрос немножко со стратегической точки зрения. Чья позиция, армянская позиция или позиция Азербайджана, является более правильной со стратегической точки зрения, с точки зрения политики и стратегии. Если посмотреть на вопрос именно с этой точки зрения, то здесь, на мой взгляд, армянская сторона действует совершенно правильно и совершенно верно. То есть, здесь армянская власть, власти Армении, они безоговорочные лидеры. Они действуют совершенно верно и совершенно правильно. А если посмотреть на действия азербайджанских властей, то это неудачники, это люди, которые совершенно не разбираются в политике и просто не понимают, как управлять и как правильно действовать и что необходимо действовать. То есть, одним словом, это просто дилетанты. Опять-таки, я подчеркну, что, возможно, они не дилетанты. Здесь есть какой-то злой умысел, есть какой-то заговор. Но мы эту точку зрения сейчас отбрасываем и хотим немножко объективно порассуждать о том, что находится на поверхности. И то, что находится на поверхности, говорит о том, что азербайджанские власти на протяжении всех этих 30 лет были абсолютными неудачниками. Людьми, которые показали себя абсолютными дилетантами и не умеющими управлять и вести стратегическое противостояние. Почему? Смотрите, на протяжении всего 20 века до... В начале, во-первых, скажем об этом, что в начале 20 века были этнические столкновения между азербайджанцами и армянами именно в Нагорном Карабахе. На тот момент, к началу 20 века, а именно в 1925 году, в Нагорном Карабахе, согласно Большой советской энциклопедии, было примерно 120 тысяч армян и 15 тысяч азербайджанцев. То есть, абсолютно большинство были армяне в Нагорном Карабахе, 15 тысяч меньшинство были азербайджанцев. Хотя в Нагорном Карабахе были и другие народы, другие этносы, например, курды. Но именно эти два народа, эти два этносы составляли соотношение, согласно Большой советской энциклопедии, было именно таковым. В начале 20 века были определенные столкновения между азербайджанцами и армянами, были определенные проблемы в Нагорном Карабахе. Но так или иначе, во время Советского Союза каких-то серьезных проблем не наблюдалось в этом направлении. И Армения на протяжении всего 20 века очищала свою территорию, свои земли очищала от присутствия азербайджанцев. Это были депортации и другие виды этнической чистки. Как я уже говорил ранее, к 1989 году эти депортации и эти чистки были завершены. Но в самом Азербайджане, как мы видим, Карабах, который был Нагорно-Карабахский автономный округ, был частью Азербайджана на протяжении всей советской власти. И в самом Азербайджане в этом направлении ничего не было сделано. То есть Нагорно-Карабахский автономный округ, как в начале 20 века, так и в конце, к 1989 году, содержал в себе как азербайджанцев, так и армян. И при этом армяне были в абсолютнейшем большинстве. То есть к 1989 году в Нагорном Карабахе было 145 тысяч армян. Это перепись населения 1989 года, с которым согласна в том числе и азербайджанская власть. И эту информацию можно обнаружить на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана, что армян на этот момент, на момент 1989 года, было 145 тысяч, а азербайджанцев было 40 тысяч. И это только в Нагорном Карабахе. То есть 145 тысяч армян. Конечно, также необходимо заметить и сделать оговорку, что в Нагорном Карабахе имеется несколько районов. И во всех этих районах в большинстве были именно армяне, кроме одного района, который по своей территории, по своей площади является наименьшим районом Карабаха. Это Шушинский район, Шуша, Шушинский район, где соотношение было обратное. То есть азербайджанцы были в абсолютном большинстве. Примерно, примерно соотношение было 90% на 10. То есть 10% составляли, примерно 10%, меньше 10% составляли именно армяне. Но в целом в Нагорном Карабахе соотношение было именно таково. 145 тысяч против 40 тысяч. Это, во-первых. Во-вторых, в остальных городах, в других городах Азербайджана точно так же жили и армяне. Например, в Сумгаити, в Баку и в других городах были армяне на этот момент, на момент 1989 года. И после вот этих армянских чисток, депортаций и так далее, и вот этой армянской ненависти к Азербайджану, в 90-м году в Баку произошли погромы. Эти погромы происходили на территории Армении на протяжении практически всего 20-го века. То есть в Армении происходили азербайджанские погромы. Избивали, угнетали. То есть была налицо дискриминация в Армении. Видимо, в ответ на это, или по каким-то другим причинам, по каким-то внешним причинам, или под воздействием пропаганды. Потому что на протяжении всего 20-го века в Азербайджане, именно в Азербайджане, в этом отношении было довольно-таки все ровно и спокойно. И те, которые, те люди, которые жили в советское время в Азербайджане, они это подтвердят, что была очень высокая степень терпимости к другим этносам, к другим нациям, именно в Азербайджане. Азербайджан отличается именно этим. По крайней мере, отличался именно в советское время. Отличительной особенностью Азербайджана и азербайджанского народа в советское время была нетерпимость, в том числе и к армянам. И поэтому армяне на протяжении всего 20-го века довольно-таки себя комфортно чувствовали в Баку, в Сумгаите, в Гяндже и так далее и тому подобное, и в других городах. И они жили, и азербайджанские власти их не трогали. То есть, какой-то дискриминации, каких-то гонений, каких-то погромов и депортаций, по крайней мере, не зафиксировано, не имеется. Но в 90-м году, в январе 1990-го года в Азербайджане, именно в Баку, происходит армянский погром. И вслед за этим следует разжигание, обратите внимание, которое в том числе и поддерживается властями. И власти на протяжении всех этих 30 лет активно поддерживали эти тенденции. То есть, начинается разжигание национальной ненависти против армян. Армяне это делали на протяжении всего 20-го века на своей территории, были погромы и так далее. Но Азербайджан начал этим заниматься в ответ или не в ответ, это уже на данный момент не важно. То есть, Азербайджан начал этим заниматься уже позже, в концу 20-го века. И по сей день, то есть, обратите внимание, для азербайджанцев являются вполне понятными, ясными, мы даже с некоторыми братьями азербайджанцами на эту тему общаемся. И для них являются вполне очевидным, естественным, являются некой аксиомой, что армянин это уже априори плохой человек. Это говорит о том, что имеется пропаганда, имеется некая тенденция разжигания межнациональной розни, ненависти к армянам и так далее. Но, если с точки зрения стратегии и политики для Армении и армян, эта политика является выгодной, то Азербайджан не имеет права позволять себе подобное отношение. Почему? Потому что Армения очистила и не имеет на своей территории азербайджанцев. Азербайджанцы не являются в массовом, как массовое явление, не являются и на тот момент, к концу 20-го века не были гражданами Армении, азербайджанцы. Чего не скажешь об Азербайджане. В Азербайджане было более 150-140, как минимум было 145 тысяч армян, которые были частью Азербайджана, которые были гражданами Азербайджана, и о которых Азербайджан должен был с точки зрения стратегии, с точки зрения политики должен был заботиться, права которых он должен был защищать и ни в коем случае не должен был допускать пропаганды межнациональной ненависти, межнациональной розни, которая в конечном итоге азербайджанская власть эту пропаганду позволила, что в свою очередь в конечном итоге привело к недовольству армян, которые потребовали и требовали, и сражались в том числе, и с оружием в руках сражались за отделение Карабаха от Азербайджана. И при этом обратите внимание, в Карабахе сражались не только карабахские армяне. В Карабахе сражались и по сей день сражаются, в том числе и армяне, которые на тот момент жили в Баку или в других городах Азербайджана. Что их сподвигло на это? Их сподвигла, конечно же, та политика, которая или велась азербайджанскими властями, или же поддерживалась, или же азербайджанские власти бездействовали, ничего не предпринимали против этой разжигания, против разжигания межнациональной розни. В частности, опять-таки, азербайджанские власти обязаны были пресечь армянские погромы января 1990 года. И никакие оправдания не могут оправдать азербайджанские власти, никакие причины не являются, не могут являться для азербайджанских властей оправданиями. Азербайджанские власти должны были проявить себя с сильной стороны, проявить решимость и пресечь. И через свои средства массовой информации дать понять, что это также наши граждане, они являются частью Азербайджана, они являются такими же азербайджанцами, как и все остальные этносы, как и все остальные народы. Я не говорю, что это правильно или неправильно, речь не об этом, я говорю о том, что это стратегически правильно, это правильно с точки зрения политики, ибо целый автономный округ, то есть Нагорный Карабахский автономный округ, который является частью Азербайджана, заселен практически на 90%, ну на тот момент, на момент 1989 года, это было 76% армян в Нагорном Карабахе, то есть заселен на 76% армянским этносом. И они прекрасно должны были бы понимать, если бы у них было бы хоть немножко разума, хоть капля разума была бы у азербайджанских властей, если бы они были бы по-настоящему политиками, и по-настоящему были бы руководителями своей страны, они прекрасно должны были бы понять, что Армения, как республика, получившая независимость от Советского Союза, воспользуются этой ошибочной политикой азербайджанских властей, и поддержат Нагорно Карабахских армян, которые являются азербайджанцами, которые являются гражданами Азербайджана, чтобы урвать эту землю для себя. Азербайджанские власти изначально должны были это понять. И на основе этого должны были правильно построить свою политику, свою стратегию. Кстати, подобные примеры и подобные проблемы, то есть это проблема, которая является известной, это не исключительно проблема одного лишь Азербайджана. И, кстати, армяне аргументируют принадлежность Нагорного Карабаха Армении тем, что большинство заселявших и заселяющих Нагорный Карабах являются армянами. Но это довод и доказательство, который не выдерживает абсолютно никакой критики. Это совершенно недействительный довод, недействительная аргументация, ибо в каждой стране на сегодняшний день живут, в том числе и обособленно, компактно живут разные этисы. Например, смотрите, в Грузии компактно и обособленно, довольно-таки обособленно живут азербайджанцы. Это значит, они могут, имеют право делить Грузинскую республику и требовать отделения этих земель, которые называются Квейма-Картли, Борчалы, и присоединения их к Азербайджану? Конечно же, нет. На сегодняшний день это не работает. Или же в Российской Федерации очень много этносов живет, которые живут обособленно. По логике Армении, они имеют право потребовать отделения и создания своего государства. Поэтому этот довод недействительный, этот довод совершенно неправильный. Но здесь, конечно, есть определенная проблема, есть определенный конфликт. Это автономный округ, в большинстве заселенный армянами, где в том числе живут и азербайджанцы, но они в меньшинстве. То есть, на момент 1989 года, когда в последний раз проводилась перепись населения, проводилась перепись населения, мы обнаруживаем 145 тысяч армян и 40 тысяч азербайджанцев. Это примерно 76 процентов, то есть армян. Здесь есть определенный конфликт, есть определенная проблема. Но эта проблема не является исключительно особенностью Азербайджана. Эти проблемы имеют очень многие государства на сегодняшний день. И мы знаем, и мы видим, как эти государства эти проблемы свои решают. В частности, например, вспомним, и на мой взгляд, это очень хороший пример. Очень хороший пример правильной практики и правильной стратегии. Это пример Исламской республики Ирана, который буквально год или два года после Исламской революции, то есть, вы сами понимаете, революция это всегда сложный период для любого народа, для любой страны. Практически сразу после Исламской революции в курдских городах, где компактно и обособленно живут курды в Иране, начались определенные настроения, были определенные политические партии, которые проповедовали и пропагандировали отделение от Ирана и создание своего государства. И практически одновременно с этим было нападение на Иран со стороны Ирака, со стороны Саддама Хусейна. То есть, Иран, Исламская революция, Иранская Исламская революция в самом начале своего пути столкнулся с очень серьезными проблемами. С одной стороны это курды, были и другие проблемы, о них я сейчас не говорю, я касаюсь только именно этих двух вопросов. И очень страшная и очень тяжелая для неподготовленного для этого Ирана, Ирано-Иракская война в самом начале пути Исламской революции. Но что делает Иран? Иран поступает очень мудро. Во-первых, Иран никоим образом не поддерживает межнациональную рознь, которую проповедовали курды, курдские партии, эти сепаратистские силы, которые вели к тому, чтобы отделиться от Ирана и создать свое государство. Иранские власти очень мудро отделили простой курдский народ от сепаратистов. Ибо не каждый человек держит в своей руке оружие, и не каждый, кто держит в руке оружие, является преступником. То есть, фактически является преступником. Поэтому иранские власти поступили очень мудро. С одной стороны, они не поддержали, они не стали проповедовать и пропагандировать через свои средства массовой информации и не поддержали настроение в народе ненависти к курдам. Наоборот, проповедовали, что это часть иранского народа, что они такие же иранцы, как и все остальные, как и арабы, как персы и так далее. Они такие же иранцы. Но с другой стороны, иранские власти очень жестко действовали против сепаратистских сил, которые вели вооруженную борьбу. Они очень жестко и решительно подавляли эти вооруженные восстания. Это пример очень правильной и стратегически верной политики. И Азербайджан должен был бы действовать именно таким образом. С одной стороны, никаким образом не поддерживать межнациональную родину, а наоборот проповедовать братство, единство и то, что они являются гражданами Азербайджана и имеют такие же права, как и все остальные граждане Азербайджана. Туркиязычные, персоязычные граждане Азербайджана и так далее, и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, заручиться, как это сделал Иран в свое время, Иран заручился курдскими лояльными силами. То есть всегда в любом народе есть и, если есть противники, есть и лояльные. Этих лояльных нельзя от себя отчуждать. Их нужно поддерживать, им нужно помогать, их нужно направлять. С ними нужно поддерживать связь и сотрудничать. Что делал в свое время Иран, и эти силы на сегодняшний день процветают в Иране. Курдские лояльные силы. Я несколько лет назад встречался с иранскими курдами, интеллигенцией. Это очень патриотичные люди. То есть вот к чему приводит правильная стратегия и правильная политика. Азербайджан должен был сделать то же самое. С одной стороны, пресечь пропаганду межнациональной розни, ненависти к армянам. Азербайджан не только не пресекал, но и наоборот поддерживал. И до сих пор поддерживает. Это с одной стороны, с другой стороны и с военной точки зрения. Точечно действовать жестко и решительно против сепаратистских сил. Это во-вторых. И в-третьих, находить союзников среди армян. В том числе и армян Нагорного Карабаха. Ничего из этого азербайджанскими властями, совершенно даже ничего похожего, азербайджанскими властями сделано не было. И как следствие, мы видим то, что видим. Мы получаем то, что получаем. Все это результат неправильной политики, неверной стратегии азербайджанских властей. На мой взгляд, это важнейшая ошибка и важнейший фактор дилетантства азербайджанских властей. Но давайте закроем глаза на эту ошибку и пойдем дальше. Будем рассуждать дальше. Предположим, что азербайджанские власти повелись и поддались провокации армянских властей. Именно властей армянской республики, которые не имели никакого отношения к этому конфликту. Это было внутреннее дело самого Азербайджана. Это был внутренний конфликт, это был исключительно внутренний вопрос самого Азербайджана. Ибо армяне, Нагорно-Карабахские армяне и другие армяне, которые жили в других городах Азербайджана, они были азербайджанцами, они были частью Азербайджана, они были гражданами Азербайджана. И армянская республика не имела никакого права, согласно международным отношениям, принципам международных отношений, ни по каким принципам не имела права вступать в этот конфликт и ввязываться в этот конфликт. Но предположим, что азербайджанские власти поддались провокациям армянских властей, которые притесняли на своей территории азербайджанцев и решила ответить армянам, армянским властям тем же, что, конечно же, вне всякого сомнения, является ошибкой. Но предположим, что азербайджанские власти решили, что у них достаточно сил, хотя я не считаю исключительно с точки зрения человеческих ценностей, с точки зрения гуманных ценностей, не считаю эту позицию правильной, но, возможно, азербайджанские власти посчитали, что у них достаточно ресурсов и сил, и военной мощи, чтобы выгнать всех армян со своей территории и сохранить свою целостность. Хотя это, конечно же, просто из области фантастики это просто-напросто невозможно, когда у тебя есть целый автономный округ, который на 76% заселен враждебный, с твоей точки зрения, я сейчас имею в виду, с твоей точки зрения враждебный для тебя нацией, именно армянами, считать, что ты можешь своими силами через войну, через силу, через военную технику сохранить свою целостность и выгнать все эти 145 тысяч армян со своей территории, это, конечно, из области фантастики, но предположим, что это так. Я даже считаю, что азербайджанский народ, в общем-то, был способен на это, хотя я не считаю, что это правильная стратегия и что это правильная политика, но азербайджанский народ готов был сражаться и биться, несмотря на неверную позицию азербайджанских властей. Но что мы здесь обнаруживаем? Обнаруживаем слабость и нерешительность. То есть, даже взяв курс на разделение, в курс этнического разделения, и взяв курс на национализм, в котором, кстати, немалую роль играла также и Турция, это тоже необходимо понимать, что изначально национализм разжигался, в том числе и с поддержки Турции, то есть, Турция тоже изначально играла в этом роль, и это порочная роль Турции, порочная роль влияния Турции на Азербайджан. Но даже взяв этот курс, Азербайджан не справился, то есть, азербайджанские власти действовали нерешительно, действовали довольно-таки безвольно и слабо. Именно в этом физическом конфликте и в этом физическом столкновении с армянами. Это были не только, опять-таки, я повторюсь, армяне Нагорного Карабаха, конечно же, вмешалась Армянская республика, но и были также и армяне из других городов Азербайджана. По этому поводу, на самом деле, очень многое сказано, по поводу нерешительности, слабости и даже предательского характера действий азербайджанских властей. Очень многое сказано свидетелями, очевидцами. В частности, есть книга турецкого дипломата, который на момент этих событий в 90-е годы находился в Баку, находился в Азербайджане. У этого его зовут Тургут Эр. Он написал книгу Азат Лахтанна «Тиран лга», то есть «От свобода к тирании», где он доказывает. И эта книга цена тем, что он именно приводит доводы и доказательства, приводит документы и свидетельства того, что эти земли, азербайджанские земли, были властями проданы. Просто были проданы. Почему это произошло? Была какая-то выгода у азербайджанских властей. Именно, обратите внимание, речь идет именно о нынешней власти. Это не какая-то другая власть была. Эта власть, которая на сегодняшний день в Азербайджане, она довольно-таки имеет очень большую историю. То есть практически все эти 30 лет эта власть, она не сменяется. Это несменяемая власть. Это они единолично на протяжении всех этих годов правят Азербайджаном, в том числе и с помощью этого конфликта. Этот конфликт также является фактором влияния и могущества этого клана Алиевых. И, кстати говоря, об оккупированных территориях также необходимо заметить, что именно неверная политика и неверная стратегия азербайджанской власти привела к тому, что Азербайджан лишился не только Нагорного Карабаха. То есть когда речь идет о оккупированных территориях Азербайджана, речь не идет только о Нагорном Карабахе. Это заблуждение. Есть еще семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, в которых абсолютного большинства были азербайджанцы. Но в результате неверных действий, неверной политики и предательского характера действий азербайджанских властей эти семь районов также были оккупированы. И с этих земель были изгнаны азербайджанцы. Все до единого. Они лишили своего крова, лишили своей земли и были вынуждены переселиться. Это вынуждены переселенцы и беженцы, которые сейчас живут в других городах, в других местах, и причем не всегда в соответствующих условиях. Почему? Какая политика азербайджанских властей привела именно к этому? А к тому, что все то, что мы говорили ранее, привело к тому, что азербайджанские власти заблокировали Нагорный Карабах. Обратите внимание, это не война с иностранным вмешательством. Это война, в первую очередь, со своими собственными гражданами, по крайней мере, теми людьми, которых азербайджанские власти должны были воспринимать как своих собственных граждан. Это бомбардировки, в том числе, мирных жителей, это бомбардировки Степанакерта, в том числе, и блокада, то есть, препятствия не тому, чтобы в Нагорный Карабах поступало какие-то продовольствия, какие-то, ну, в том числе и оружие, конечно же, и какие-то необходимые вещи. То есть, была блокада, которая перевела к тому, что армяне были вынуждены создать поиск безопасности из этих семи районов, и поэтому они пошли, просто отняли у Азербайджана еще семь районов. Опять-таки, отняли не потому, что азербайджанцы не сражались и были недоблестны, или боялись, или что они бежали. Нет. Это, опять-таки, следствие безвольности, слабости, коррумпированности, алчности и предательского характера азербайджанских властей. Все это привело к этому. Поэтому, на мой взгляд, опять-таки, я повторюсь то, что сказал ранее, важнейшим препятствием к целостности Азербайджана являются именно азербайджанские власти, которые приватизировали власть в этой стране, экономику в этой стране. Практически все СМИ приватизировали, все приватизировано. Все принадлежит им. Говорится и утверждается, и пропагандируется только то, что им выгодно. Продают и зарабатывают только те, которые им нужны. Все остальные такой возможности не имеют. То есть, это практически приватизированная страна. И, как я уже говорил, на мой взгляд, одним из факторов продолжительности азербайджанской власти, власти Алиевых и Пашаевых, это Карабахский конфликт. Карабахский фактор, они этим очень умело пользуются. Как только возникает кризисная ситуация, они тут же поднимают Карабахскую проблему, могут обстреливать, могут возобновить военные действия и население, которое, на мой взгляд, опять-таки, не нужно разжигаться ненавистью ко мне. Это мое мнение, это мой взгляд, что население Азербайджана, оно зомбировано. Азербайджанскими властями. Вот это зомбированное население, которое днем и ночью думает только о Карабахе, хотя проблема именно во властях, не в том, что армяне, такие доблестные, такие воины, такие молодцы, взяли и отняли у Азербайджана семь районов наряду с Нагорным Карабахом. Это зомбированное население тут же переключается на Нагорный Карабах, и это очень сильно и очень хорошо помогает азербайджанским властям, хотя здесь имеются и также другие факторы. с помощью Нагорного Карабаха азербайджанские власти в том числе и торгуются со своими соседями и другими государствами, в частности с Россией, с Турцией и так далее. Это политическая торговля. Например, если говорить о нынешнем конфликте, озвучивается такое мнение, как бы это частое явление, что этим конфликтом и этим вопросом азербайджанская власть пользуется. Какое мнение озвучивается? Озвучивается то мнение, что Пашинян, который, придя к власти в Армении, стремится больше к Западу, чем России, с точки зрения России нуждался в том, чтобы немножко встряхнули его. И Россия дала зеленый свет Азербайджану на возобновление конфликта, чтобы привязать, чтобы дать понять Пашиняну и Армении, что они нуждаются в России. И мы видим, как Пашинян чуть ли не в истерике, чуть ли не в панике, пытался найти контакт с российскими властями. В дальнейшем азербайджанские власти не перестали совершать ошибки. Еще одной ошибкой, еще одной роковой ошибкой, значимой ошибкой, было то, что они сели за стол переговоров. Азербайджанские власти сели за стол переговоров. Сами эти переговоры являются ошибкой. Почему? Потому что Нагорно-Карабахский вопрос это внутреннее дело Азербайджана. И выводя этот конфликт за пределы Азербайджана и садясь за стол переговоров с другими странами, в частности с Россией, или с Арменией, с Армянской республикой, Азербайджан официально признал право этих стран, в том числе и Армении, вмешиваться в свои внутренние дела. Это, конечно же, ошибка, которая в дальнейшем также сыграла свою роль. Азербайджан не должен был это позволить. Азербайджан должен был пресечь любое вмешательство. Любые страны, которые хотели принять какое-либо участие в этом конфликте, Азербайджан должен был пресечь. Как те, которые были на стороне армии, так и тех, которые были на стороне самого Азербайджана. Потому что это мое внутреннее дело. Именно через такой подход подобные конфликты и подобные проблемы в государствах решаются. Именно так решают те люди, которые по-настоящему являются управленцами и по-настоящему являются политиками и стратегами, а не такими неудачниками, как азербайджанские власти. Это еще одна ошибка. И, конечно же, последняя ошибка это заключение мирного Гейдара Малиева, заключение перемирия, мирного договора с Арменией, при этом заключение бессрочного мирного договора. Что означает то, что это бессрочное, нет конца этому перемирию. Потому что какой-то определенной даты у этого перемирия просто-напросто нет. Мне-то довелось заниматься непосредственно этим конфликтом четыре года с 92-го по 96-й. Как раз когда было заключено прекращение огня. Да, прекращение огня при мне, так сказать, подписывали в Баку, подписание было, так сказать, прямо-таки при мне, а Сарксян от имени Армении, Бабаян от имени Нагорного Карабаха. Причем, что важно отметить, это было бессрочное перемирие. Бессрочное. Если до этого приостановка военных действий и маленькие локальные, так сказать, такие договоренности перемирия какие-то частичные были всегда с указанием срока. На неделю, допустим, на 10 дней. Один раз, правда, держалось 50 дней перемирия. Ну, за счет продлений, конечно. так, но 50 дней все-таки это ощутимо, правда. Вот. То здесь впервые вдруг, так сказать, в этом тексте нет никакого срока. Но с нашей стороны я это делал умышленно, конечно, совершенно сознательно. Гейдар не имел права не понимать этого, давая команду подписывать, так сказать. Поэтому я подытоживаю и подведу итог всему сказанному. На мой взгляд, проблема не заключается в Армении или в армянах проблема заключается именно в отношении властей Азербайджанской республики и в отношении народа Азербайджана. В чем проблема и в чем вина народа Азербайджана в том, что они поддаются этому зомбированию, этой пропаганде азербайджанских властей. Это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, военным способом этот конфликт разрешить крайне сложно. Почему? Потому что начав войну и даже если Азербайджан сумеет взять, вернуть Карабах, то политика и разжигание ненависти к армянам в этом государстве, в этой стране, в Азербайджанской республике не позволит армянам быть в составе Азербайджана. И перед ними встанет выбор или сопротивляться, или же покидать эти земли. И, конечно же, совершенно очевидно, что армяне не захотят покидать Нагорный Карабах. Это крайне и крайне маловероятно. Это довольно-таки просто фантастический сценарий. И поэтому, конечно же, и в особенности с учетом того, что Армянская республика поджигает и подстрекает и поддерживает Нагорно-Карабахских армян и всячески старается поддержать огонь этого конфликта, этого противостояния. Никак не заинтересована в том, чтобы Нагорно-Карабахские армяне пришли к консенсусу и к договору с азербайджанскими властями или покинули Нагорный Карабах. Это не в интересах Армении. Поэтому Армения просто это не позволит через свою пропаганду, через свое влияние, через своих людей, через своих политиков. Так или иначе Армения будет продолжать сопротивление и будет навязывать Нагорно-Карабахским армянам будет навязывать сопротивление в этом регионе. И поэтому даже если Азербайджан сумеет вернуть Нагорный Карабах, то армяне будут продолжать сопротивляться. И сопротивление у них будет вполне себе эффективное вследствие того, что из себя представляет Нагорный Карабах. Нагорный Карабах это горная местность, это не равнина, это горная местность, где партизанская война, где сопротивление просто-напросто сделает невозможным жизнь азербайджанцев в этом автономном округе, в этом регионе. И поэтому нужно пересмотреть всю свою политику изначально и уже начать правильно действовать, находить союзников среди армян Нагорного Карабаха, договориться и привлечь их внимание к себе, то есть их симпатии к себе, убедить их в том, что Азербайджанская республика и азербайджанский народ отказались от своего национализма, от своей ненависти к армянам и что они отделяют преступников в том числе тех преступников которые совершали преступления по отношению к мирным жителям в Ходжалей в Ходжалинской резне от остальных армян что они сепаратистов и преступников отделяют от обычных людей от обычных армян что к обычным армянам у них другое отношение дружеское как к своим гражданам как к равным к себе и так далее то есть нужно будет пересмотреть всю политику и здесь трудность и проблема заключается в том что для нынешней власти это просто-напросто невозможно это значит признать ошибочной и фиаско и крахом все свое наследие все то чем азербайджанская власть занималась на протяжении всех этих лет пока она находилась на вершине пока она находилась в руководстве страны и как следствие совершенно очевидно что проблема заключается именно во власти в руководстве то есть здесь в данном случае если не всегда то по крайней мере именно в данном случае рыба гниет с головы поэтому нужно тут отрубать именно голову это мое видение это моя точка зрения анишалах скоро будет и второе видео где мы будем рассуждать немножко о другой стороне данного конфликта а именно об отношениях азербайджана к исламскому миру и в частности к исламской республике и каковы эти отношения каков характер отношений исламской республики иран с азербайджанской республикой на данный момент ассаламу алейкум и рахматуллахи и баракату